Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Богатейший Ди. Каждый в криптоиндустрии находится в поисках недорогой монеты, которая поможет ему разбогатеть, и желательно за одну ночь. Я знаю одного человека в реальной жизни, который вложил 500 долларов в одну криптовалюту в 2017-м и заработал миллион долларов. Так что и такие истории вовсе не являются фантастикой. Эта ситуация доказывает, что инвестировать небольшую сумму денег и разбогатеть в принципе возможно, хотя это и очень рискованно. На пике бычьего забега в 2017-м вы вовсе могли забросить деньги практически в любую криптовалюту и получить абсолютно огромную прибыль. Но возможно ли это в 2020-м? Сегодня я объясню вам, почему весь этот альт-сезон будет очень отличаться от последнего, и почему так важно, чтобы вы были очень избирательны, когда пытаетесь выбрать следующую монету, в которой видите потенциальный тузымун вашего портфеля. В этом видео я расскажу вам о шести монетах с чрезвычайно низкой капитализацией, которые могли бы подойти для попытки получить 1000 иксов. Имейте в виду, эти монеты находятся за пределами топ-300 всех криптовалют. Мне пришлось хорошенько так покопаться в CoinMarketCap, чтобы найти эти шесть проектов, которые я считаю имеют будущее и могут превзойти другие монеты с такой же малюсенькой капитализацией. Прежде всего мне нужно, чтобы вы поняли, что это видео должно послужить отправной точкой для вашего личного исследования. Вы должны провести собственное расследование и анализ, помня при этом, что всё услышанное в этом ролике всего лишь моё мнение. Для полной ясности я хочу, чтобы вы знали, что на нынешнем этапе я не имею никаких контактов с создателями этих проектов, поэтому информация абсолютно не предвзята. Мне не платил ни один из них и никто даже не связывался со мной. Однако сразу же после этого видео я собираюсь найти каждую команду каждого проекта, о котором будет идти речь. В процессе я нашёл около 50 монет, которые я мог бы использовать для этого видео, но я выбрал из них только 6, но это не означает, что нет других таких же замечательных проектов с маленькой капитализацией. Также я хочу, чтобы вы внимательно следили за моим каналом на следующей неделе, потому что она будет очень насыщенной, в отличие от предыдущей. Поэтому надеюсь на вашу будущую поддержку. И пожалуйста, помните, я действительно считаю, что важно диверсифицировать ваш портфель. Если вы новичок, то лучше вам рассматривать монеты из топ-10, топ-20. Однако криптовалюты с низкой капитализацией предлагают потенциал куда большей прибыли, но также и куда большего риска. Часть вашего портфеля, которую вы инвестируете в крошечные монеты с маленькой капитализацией, должна быть минимальной. Вы никогда не должны держать весь ваш портфель в таких монетах. Я бы сказал, что такие маленькие монеты должны составлять не более 20% всех ваших инвестиций в криптовалюту, ведь многие из них могут не оправдать ваши надежды на To The Moon и не вырасти вовсе. Если мы вернемся к бычьему рынку 2017 года, то увидим, что тогда мы имели 1359 монет на CoinMarketCap. Сегодня их уже 5100, что на 75% больше. Иными словами, стало на 75% больше мусора, в котором нам нужно найти драгоценные камни. Множество таких драгоценных камней дали от 1000 до 614 тысяч иксов в последнем бычьем забеге. Чем выше рыночная капитализация монеты, тем меньше вероятность того, что она сможет дать вам 1000 иксов. Но вот монеты, которые я выбрал и которые потенциально могут дать такую прибыль. И да, монеты я расположу в том порядке, в котором они перечислены на CoinMarketCap. И первая монета это Contentos. Contentos это криптовалюта, используемая в экосистеме COS.TV. На данный момент она находится на позиции 309 из всех криптовалют, представленных на CoinMarketCap. К тому же она очень молодая. График торгов начался 13 февраля 2020 года, то есть неделю назад. Как вы знаете, YouTube это веб-сайт номер 2 в мире по трафику. А как видеоплатформа он не знает конкурентов, но что-то пошло не так. За последние несколько лет все сильно изменилось. YouTube, принадлежащий компании Google, демонетизировал многие каналы у многих создателей. И к сожалению, это будет продолжаться. Меня, конечно же, это тоже задело, ведь с YouTube моя жизнь тоже тесно связана. Если кого-то интересовало, сколько YouTube платит за мои видео, то вот вам Камин Аут. Почти 3 доллара за 30 тысяч просмотров. Так что да, монетизация YouTube даже не окупает услуги фрилансеров по видеомонтажу. Поэтому люди по всему миру ищут альтернативные площадки для того, чтобы продолжать создавать видеоконтент. Кост.тв действительно позиционирует себя как международную видеоплатформу, которой не управляют ни американцы, ни русские, ни кто-либо другой. И при этом она очень дружелюбна ко всем народам мира. В то же время многие люди говорят, что такие вещи, как качество продукта, не обязательно имеют значение в мире криптовалют. Однако хочу заметить, что токены таких мощных платформ, как, например, биржи или видеосайты, действительно никак не могут быть неиспользованными людьми, которые пользуются этими сайтами или биржами. Самый яркий пример это Binance Coin и Binance. Я считаю, что Contentos это то, на что стоит обратить ваше внимание. Затем идет Pirate Chain. Забавное название, не так ли? Недавно я общался с одним участником своей группы в Телеграме, и он оказался большим поклонником этой монеты, и теперь я понимаю почему. Как вы помните, приватные монеты находились под ударом властей и регуляторов большую часть 2019 года. Но то, что мы видели в последние несколько месяцев, все больше доказывает мне, что такие анонимные монеты должны существовать. Ведь они имеют реальный способ использования и являются действительно полезными монетами. Поскольку правительство и страны стремятся следить за каждым нашим шагом, анонимные монеты реально дают нам возможность жить анонимной финансовой жизнью. В это же время многие топовые монеты конфиденциальности, такие как Zcash и Manera, привлекают к себе все больше внимания. Определенно есть и другие приватные монеты, которые находятся в топ 100 и выше. Pirate Chain это настоящая анонимная монета, которая серьезно относится к вашей финансовой конфиденциальности. В настоящее время она находится на позиции номер 363, и я могу предположить, что она точно поднимется выше. Между прочим, в этом году она уже неплохо так выросла. Теперь посмотрим на монету под номером 398, White. Я также узнал об этом проекте от одного из участников моей группы. Я должен сказать, что я был впечатлен им. Этой молодой монете исполнился едва месяц, она уже пережила большой 80% памп, но я думаю, что у нее есть гораздо больше возможностей для роста. White с недавних пор функционирует на собственном мейннет, и является децентрализованной экосистемой. На данный момент White нацелена на партнерство с Binance, и возможно даже слияние этих проектов. Binance действительно может помочь легитимизировать проект. Когда монета с низкой капитализацией листится на одной из самых крупных бирж, это выливается в идеальный шторм, который может привести ее к взрывному росту. Большая проблема, с которой сталкиваются многие монеты с низкой капитализацией, по моему мнению, заключается в том, что они торгуются на неизвестных, да еще и плохо защищенных биржах, что затрудняет покупку и продажу инвесторам и трейдерам. Более того, операции с такими биржами еще и куда опаснее. Binance же обеспечивает большую ликвидность и защищенность, а это означает, что проекты, которые листятся на Binance, могут быть быстро пропамплены, и White вполне может стать одним из таких проектов. Nimic. Это еще один проект, который мне действительно нравится, к тому же он доступен для торгов на KuCoin, а это еще одна авторитетная биржа. Сейчас Nimic находится под номером 462 на CoinMarketCap, но его график выглядит великолепно. С декабря прошлого года он очень не кисло вырос, к тому же вы можете заметить, что это не единичный памп, а монета пампится регулярно. На мой взгляд, главная проблема монет с маленькой капитализацией заключается в том, что они зачастую становятся жертвами пампи-дамп-схем. Однако в последние два года у Nimic достаточно естественный график, как по мне. Nimic пытается стать цифровой валютой интернета, в отличие от биткоина, которому пророчат будущее средство сбережения, а не обмена. Да, возможность, чтобы проект поднялся и стал валютой, которой люди торгуют в интернете, конечно же, есть. Nimic, кстати, работает даже в обычном браузере, с помощью которого вы можете совершать платежи, что, я думаю, очень хорошо. Итак, мы действительно начинаем углубляться в CoinMarketCap, поскольку наша следующая монета находится под номером 787. Это очень глубоко. Player является игровой экосистемой, основанной на таком известном проекте, как V-Chain. Долгое время V-Chain находилась в затруднительном положении, и люди уже называли ее скамом, даже внутри ее же сообщества. Однако за последние несколько месяцев все сильно изменилось, и теперь все говорят о блестящем будущем V-Chain. Многие другие проекты V-Chain перестали получать какую-либо огласку, например, биржа OceanX или такие проекты, как Player. Теперь многие криптоэнтузиасты соглашаются с тем, что игровая индустрия – это огромный инструмент для достижения принятия криптовалют. Поэтому любой токен, связанный с игровым миром, имеет более легкий путь к успеху, чем токены в остальных нишах. Плеер стремится стать экосистемой, подобной Twitch. Таким образом, геймеры получают вознаграждение в виде токенов за свои навыки и достижения, что звучит очень захватывающе для геймеров. Вы также должны учитывать то, что между V-Chain и его проектами существует очень много перекрестных инвестиций. Если V-Chain продолжает расти, то само собой разумеется, что это может помочь прокачивать проекты, основанные на V-Chain. И одним из таких проектов является и Player. И, наконец, давайте поговорим об Unfairing. Эта монета идет под номером 754 на CoinMarketCap. Upfairing меня заинтересовала тогда, когда запустила собственное децентрализованное приложение около года назад. Их депп — это конкурент BitTorrentа, так как BitTorrent был приобретен нашумевшей персоной Джастином Саном, создателем небезызвестного трона. Дело в том, что команда Upfairing, скажем, не сильно любит трон, поэтому и свое децентрализованное приложение позиционирует как конкурент BitTorrentу. Upfairing — это торрент-платформа, основанная на криптовалюте. И хотя этот запуск не стал слишком громкой темой для разговоров, он, безусловно, пробудил интерес к проекту. Но есть одна вещь, присущая медвежьему рынку. Как раз тогда и был запущен проект-конкурент BitTorrentа — это убийство начинающих проектов. На медвежьих рынках их бюджеты просто недостаточно большие, чтобы находиться в живом состоянии. Но на бычьем растущем рынке некоторые из этих проектов потенциально могут показать большие прибыли. И я верю, что Upfairing может стать одним из таких проектов, которые мы потом увидим во время следующего бычьего забега и скажем, «Блин, надо было в него вложить хотя бы долларов 50». Вот и все на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также я был бы признателен, если бы вы написали что-нибудь о моем списке подобранных монет. И, может быть, написали свой собственный список. А меня зовут Богатейший, иди зарабатывайте и богатеете. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!